Ребят, сейчас с вами мы находимся в салоне Toyota C-HR. Могу сразу сказать, машина стоит в зависимости от комплектации от 1.600.000 до 2.200.000, деньги не маленькие. Если бы эту машину я брал в семью своей жене, то безусловно эта машина была бы заказкована. На сегодняшний день огромное количество разных приложений по страховкам. Так вот, мой выбор пал на компанию Renaissance и на их приложение SafeDrive. Многие наверняка знают, что такое телематика. Телематика это определенный прибор, который позволяет изучить стиль вашего вождения и на основании этого подобрать для вас индивидуальную стоимость полиса каска. Так вот, компания Renaissance с своим приложением SafeDrive пошли гораздо дальше. И с помощью этого приложения вы можете развить огромное количество навыков, влияющих на безопасность вашего вождения. В приложении есть игры и упражнения, которые помогают развивать такие качества, как концентрация, скорость реакции, многозадачность. То есть навыки, которые напрямую влияют на безопасность вашего вождения. Помимо того, что вы очень круто можете проработать свой стиль вождения, вы еще и существенно можете сэкономить на самом полисе каска. Для этого вам необходимо приобрести полис с телематикой SafeDrive по сниженной стоимости, но с франшизой 15.000 рублей. По истечении определенного времени программа просчитает ваш стиль вождения и возможно вам могут отменить франшизу, чтобы ваш полис и выгода по нему стала еще более полезной. Скачивайте приложение SafeDrive, покупайте полис от компании Renaissance, учитесь водить безопасно, берегите себя и своих близких. Ну как всегда ссылки в описании под этим видео. Ну а мы продолжаем наш тест-драйв. Погнали! Немножко истории. В 2014 году эту машину презентовали на автосалоне. Вернее не эту машину, а сам концепт нового CHR. После этого машина появилась в продаже в странах Европы, в Азии, но к нам эта машина приехала только в 2018 году, этим летом. Это была ожидаемая машина, ожидаемый релиз. Его все очень давно ждали, потому что в прошлом году я приезжал в Норвегию и видел эти машины, причем даже в самых отдаленных уголках Европы, на Шпицбергене, и там они были, эти машины. То есть это говорится о том, что машина отлично зарекомендовала себя, не боится каких-то суровых условий, при этом экономичная, маленькая, очень сильно маневренная, нереально энергоемкая подвеска. То есть лежачий полицейских, можно просто проскакивать на ней, как на большом внедорожнике, она их при этом глотает, нет никаких пробоев, нет никаких ударов в кузов. То есть в этом плане, конечно, Toyota от меня личный респект. Из-за того, что машина небольшая, при этом у нее просто вот феноменальная управляемость, то есть ощущение того, что ты едешь на картинге, тебя не покидает на всем диапазоне управления CHR. Ну и что самое главное? Самое главное, что если вы помните наш предыдущий обзор с Toyota Alphard, там где как раз это был сюрреализм, там где на нас спустились трансформеры, то вот здесь как раз Toyota гнет эту линию, продолжает вот этот свой японский стиль, японский дизайн, потому что мы уже надоели вот эти вот одинаковые машины. И здесь, конечно, просто машина заслуживает отдельного внимания и как интерьер, так и экстерьер. Что касаемо внешнего вида машины, то сразу могу сказать, на эту машину смотрят чуть-чуть меньше, чем на Alphard, но смотрят огромное количество прохожих, пассажиров, проезжающих мимо машины, даже водители. Машины реально вызывают интерес. Первый вопрос, который мне задают, какой здесь стоит мотор, потому что люди думают, что это какой-то заряженный спорткар. Но на самом деле здесь обычные два мотора. Первый турбовый, 1.2, 2 турбины, и второй 2-литровый атмосферный. Прежде чем мы начнем наш выпуск, немножко о партнере сегодняшнего видео. Разбираешься в спорте, БК 1xbet. Высокие коэффициенты, и, кстати, у ребят есть свой YouTube-канал. Все ссылки, как обычно, будут в описании под этим видео. Что касаемо динамики, то здесь, конечно, тойотовцы опять молодцы. Соотношение 1,2-литрового двухтурбового мотора вместе с вариаторной коробкой и с трансмиссией. Кстати, здесь 4WD. Умная перераспределяющая муфта, которая передает усилия между передними и задними колесами и даже со смещением оси передачи движения от правой и левой стороны, в зависимости от поворота. В этом плане, конечно, опять все отлично. Еще раз говорю, машина едет просто изумительно. Я пытался ее сорвать в шлейф, так скажем, и у меня это не получалось. Даже со всеми отключенными помощниками трансмиссия умная все подхватывает. Очень грамотно перераспределяет усилия между передней и задней осью. И машина едет очень стабильно. Наконец-то, наконец-то появилась шикарная эргономика. То есть, если местами смотреть на переднюю панель, на руль, на то, как здесь все сделано, то вот эти все линии, местами где-то это BMW, местами где-то это Lexus, местами где-то это даже Mercedes. То есть, все вот эти нюансы, конечно, они очень круто их допилили. И нужно не забывать, что это практически самый младший брат в линейке Toyota. Но при этом он один из самых красивых. То есть, если мы не берем в счет футуристичного Alpharda, то это действительно очень красивая машина. В ней приятно сидеть. На удивление, очень удобная посадка в креслах. Это хорошая поддержка. То есть, ты не ерзаешь при перестроении. А на этой машине, я вам могу сказать, очень хочется поиграть в шашки, активно поперестраиваться. Потому что и динамика в режиме газ-стоп, и динамика в плане перестроения у нее просто чумовая. Еще раз говорю, машина едет как картинг. Вот ощущение, что ты едешь абсолютно на картинг. При том, при всем, здесь шикарная шумоизоляция. Я не знаю, сколько точно в плане измерения, если ее мерить. Но даже по сравнению с Prado, мне кажется, здесь тише. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что у Prado гигантский багажник, который просто резонирует как большое ведро. Ну, такое по ощущениям. То есть, какая-то объемность такая. То здесь все немножко по-другому. Здесь очень компактная машина. При очень компактном расположении. Хорошая шумоизоляция. Отдельно хочу сказать про свет. Здесь стоят уже современные LED-фары, которые, в принципе, отрабатывают отлично. Нет, конечно, умной матричного света, как, допустим, на Volvo или как, допустим, на Audi. Но, так скажем, LED по ощущениям примерно где-то на один уровень поменьше, по ощущениям, чем матрица. Да, вот, по своим световым характеристикам. Но для этой машины этого просто более чем достаточно. То есть, вот, еще раз говорю, по ощущениям, это уже не Toyota, это уже все-таки Lexus. Хотя, это самая такая простенькая Toyota, именно, я имею в виду, самая маленькая. Наверное, не самая простенькая, а, наверное, самая маленькая, если сказать правильно. Что еще мне понравилось в этой машине? Ну, вот, ее именно эргономика. То есть, здесь все расположено на своем месте, все переключатели. Нормальная мультимедиа с нормальным экраном, который не тормозит, которая все очень быстро там переключает. То есть, в этом плане, конечно, ну, машина очень хорошая. Удобное управление климатом, он двухзонный, соответственно, все, что нужно здесь есть. Единственное, чего мне не хватает, то есть, помимо того, что здесь есть подогрев сидений, есть перфорированная кожа, не хватает вентиляции кресел, тогда бы это было просто, конечно, вообще сказка. Ну, возможно, не хватает люка. Но, еще раз говорю, очень красивые элементы декора. В черном, во-первых, черный салон, это тоже отдельный кайф. В салоне можно посмотреть, есть вот такие вот выемки, как будто эко-листья, такие вот. Ну, то есть, все прикольно, все прикольно. В этом плане, конечно, машина для города, для молодежи, для девушек, это просто шикарно. И я на ней катаюсь неделю, я могу сказать, что даже по сравнению с лайн-крузером, в городе на ней просто удобнее, легче, быстрее и комфортнее ездить. То есть, ты на этой юркой машине вставляешь ее там, на парковку, куда ты на крузаке даже и не думаешь залезть, а на этой машине в два присеста ты становишься. Отдельным плюсом этой машины еще можно назвать разворот на месте. Радиус разворота у машины просто фантастический. То есть, там, где я на старших братьях на лайн-крузере 200 и на прадике крутился бы, сдавая вперед-назад, как минимум два раза переключая селектор коробки, то здесь ты включаешь драйв, выворачиваешь руль и просто по минимальному радиусу делаешь этот разворот. Это, конечно, тоже заслуга, но мы понимаем, что короткая база, хороший угол у колес и тут как бы ничего такого сложного в этом нет, но это очень круто. Из минусов. Ну, без ложки дегтя, к сожалению, никуда. Если говорить о минусах, то прежде всего минус, связанный с USB. Опять мы имеем здесь один разъем USB, который находится под передней консолью, и все, и он один, точка. Все, USB у вас больше нет. Ни у задних пассажиров, ни у передних. Это крайне неудобно. Безусловно, есть еще розетка на 12 вольт, куда можно поставить разветвитель, но пора уже выходить на тот уровень, что как минимум водитель, как максимум пассажир будут пользоваться USB. А то и задние пассажиры тоже, поэтому наличие двух, а то и трех USB, это не роскошь, это уже просто необходимость. То есть как наличие четырех колес, поэтому здесь, конечно, производителю стоит обратить на это внимание. Ну, наверное, на этом моя ложка дегтя закончится, потому что во всем остальном машина для своего класса, я еще раз говорю, вызывает у меня только положительные эмоции. И для того, чтобы вы сами это прочувствовали, я рекомендую вам записаться на тест-драйв у дилеров Toyota, и если вы хотите выбирать что-то из этих машин, и попробовать эту машину, как говорится, на вкус. Сделать небольшой тест, взять пробничек ее. И, наверное, самым главным плюсом всей этой машины является то, что это сама по себе именно Toyota. Все вы знаете, какие надежные машины делает этот бренд. По-моему, поэтому только надежность, только вот само присутствие шильдика Toyota и тот факт, что эту машину можно отнести к семейству самых надежных машин в мире, делает ей огромнейший плюс, помимо всех тех плюсов, которые будут. Друзья, в общем, пришло время прощаться с нашим CHR, совсем мало времени мы с ним провели. Если говорить в двух словах, то у машины гораздо больше плюсов, чем минусов. И эти плюсы, они просто видны. Дизайн, невероятный комфорт, хорошая драйвовость автомобиля на дороге, небольшой расход. Динамика машины просто вот изумительная, опять же, для своего веса, для своего класса. Машина очень хороша внутри, в салоне, то есть аэргономика просто на высоте. Если говорить про минусы и подводить их, то, конечно, один разъем USB, не совсем удобный вход, так скажем, на второй ряд сидений и очень маленькое остекление двери задних пассажиров. Все, на этом минусы закончились и остались одни плюсы. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, комментируйте, какую бы машину следующую вы хотели увидеть. И самое главное, напишите в комментариях, какая форма обзоров вам больше нравится. Вот такие небольшие экспресс-обзоры машин или более подробный обзор, как, допустим, к примеру, обзор на Toyota Alphard, который, кстати, вот будет ссылочку на этот обзор, я оставлю в описании под этим видео. Поэтому пишите, комментируйте. С вами был Богдан Булчев, канал про путешествия. И до скорых встреч, друзья. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!